всем привет меня зовут екатерина сегодня видео будет про выращивание роз в горшках а именно я отвечу на самые важные несколько вопросов которые поступают от вас это 1 какие же все таки сорта лучше использовать роз для выращивания их в горшках и какой нужен литраж горшков ну это на самом деле очень важные такие актуальные вопросы которые нужно нам разобрать и да я опять нахожусь в теплице буду вещать отсюда так как тема нашего разговора находится здесь мало ли мне надо будет что-то взять в руки и показать вам на живом примере а не быть голословной и не говорить просто так и вопросов очень много и споров много касаемо именно выращивание розы горшках особенно про литраж какой же все-таки нужен мне немного на у меня есть опыт давайте друзья начну с первого вопроса какие же все-таки розы лучше подходит а именно группы сорта роз для выращивания в горшках я скажу что выращивать горшках можно абсолютно любую розу вопрос в другом что вы хотите видеть постоянное цветение бесконечное или вам важно просто иметь определенный какой-то сорта у себя в саду и возможно один раз даже сделать срезку и все на этом вопрос закрыт если мы говорим о розах которые будут украшать наш сад наши террасы бесконечно цвести и цвести пусть это маленькие цветочки которые создают больше яркие пятна в саду нежели один какой-то красивый цветочек который мы хотим созерцать так вот для этих целей я бы все-таки больше рекомендовала выращивать почвопокровные розы которые имеют маленький цветок которые имеют либо две волны цветения либо непрерывное цветение ну и давайте я вам перечислю исходя из своего опыта какие у меня были розы эти точно могу посоветовать первая роза это за ферри нежная маленькая розочка цветочки там примерно 23 сантиметра малюсенькие но они собраны в огромные кисти это роза действительно непрерывного очень долгого цветения как в открытом грунте так и при выращивании в горшке следующая розочка это лавали ферри у меня ее саду тоже много она растет в открытом грунте у меня также в горшках и из года в год я повторяю нравится мне в этот не этот неоновый ярко розовый цвет это длительное цветение роза самоочищающиеся то есть если у нас нет времени подходить делать обрезку вот этих отсветших маленьких цветочков ну или соцветий то эта роза засушивает свою ножку и вместе с цветочком скидывает вообще без проигрышные друзья вариант лавали ферри это я бы отнесла ее даже номер один для выращивания в горшках следующая розочка это red fairy у меня была такая к сожалению я бы ее повторила но пока не встречается red fairy это из той же серии фэри такой же маленький цветочек там еще меньше где-то полтора-два сантиметра цветок не больше и имеет насыщенный яркий такой алый цвет это красота неописуемая вот можно эту розочку использовать возьмите себе на заметку это я вам назвала три розы до три сорта роз дальше в этом году вернее в том в двадцать третьем я выращивала розочку в горшке крылья ангела это красивейшая роза нежнейшая да у нее простой цветок не махровый такой беловатый он открывается эти лепесточки такие можно даже сказать немножечко самодостаточной каждый друг от друга отделяется но это такая нежность это такая красота и казалось бы ну что там простой цветок ну ромашка почти ромашка но как же это смотрится красиво в живую кто у меня был и я показала эту розу ну всем понравилось всем я обидела эти искренние взгляды эту восторженность искреннюю действительно эта розочка стоит того на очень нежная красивая подходит для выращивания в горшке имейте ввиду вот крылья ангела в открытом грунте она такая растет более высокая такой компактный кустик ширина меньше чем высота как-то объясню такой прямоугольничком таким растет ну а в горшке смотрится достаточно хорошо немножечко раскидывается и ширина равно ее высота друзья следующая роза которую хочу порекомендовать вам для выращивания в горшках она очень схожа с розой крылья ангела это роза эскимо там очень похожие цветочки но цветочек сам по себе немного больше роза выведена питомником кордес и она самоочищающаяся то есть также подсушивает ножку и с цветочком скидывает то есть не надо обрезать и как-то тратить много времени на уход за ней роза будет свести у нее непрерывное цветение компактные размеры цветочек побольше где-то 3-4 сантиметра я ее видела в живую я не наслышана насмотрена поэтому могу рекомендовать а вот такая роза у меня ее нет но знаю это я уже вам назвала сколько так 45 роз до следующая шестая роза это розочка почвопокровная свани ну или она относится группе шрабы но у нас она растет больше как почвопокровная так как выкидывает она тоненькие побеги и они раскидываются в стороны то есть похоже на почвопокровную она вроде бы старается расти вверх но потом клониться в стороны очень длинные побеги длина побега может достигать метр-полтора в открытом грунте это роза белого цвета а нежная красивая но цветочки такие густомахровые маха среднемахровые красивые кстати я в этом году буду ее первый раз выращивать в горшках буду этим делиться вот хочу два горшка именно с белой почвопокровной розочкой с вами буду делиться буду показывать как это смотрится как это возможно следующая роза это уже 7 до 7 роза это скарлетт миян декор у меня такая есть розочка как мы определили вернее она была сразу мне без названия но мне подсказывали я так смотрела сравнивала вроде бы у меня она на скарлетт миян декор ее тоже можно выращивать в горшках так как она непрерывное цветение у нее вот в открытом грунте есть уж в открытом непрерывное то в горшке тем более будет непрерывная яркие маленькие красные цветы но такие яркие до невозможности цветение очень длительное вот в открытом грунте она меня настолько удивило что вот первая волна она уже вроде должна цветать там более трех недель уже цветочек потемнел но не падает пока не нарастут новые побеги с новыми бутонами и это такое непрерывный процесс правда очень колючая до ужаса колючая роса но это наверное что же почему можно отнести к плюсам к минусам не знаю ну в общем все розы имеют шипы по роза скарлетт миян декор особенно много имеет шипов это тоже необходимо учитывать может кому-то это не нравится если у лавы лифари есть но маленькие вот у группы фейли да вот его этой серии маленькие шипы и за ним ухаживать в принципе очень удобно маленькие и редкие то там большие и много вот роза классно подходит для выращивания непрерывного цветения для выращивания в горшке и следующая розочка которую я хочу порекомендовать это штат ром роза она очень яркая неоновая цветочек простой немножечко такой открытый да не махровый яркий неоново-розово-красный там несколько оттенков перекликаются в этой розочки и да она тоже непрерывное имеет цветение очень пышная и относится к разряду группа почвопокровные розы то есть она будет а не высокой а больше набирать ширину вот такие друзья розы которые я решила все-таки вам озвучить и порекомендовать это ну как бы с моей точки зрения наилучшие розы для выращивания в горшках но повторюсь это больше как украшение для сада для каких-то мест а не просто для выращивания розы вырастить розу в горшке можно любую учитывайте это любую абсолютно но а это уже как такой длительно декоративный элемент декоративный элемент друзья я перечислила вам 8 сортов роз вот берите любую и она вас полностью устроит и вы останетесь довольны давайте еще раз перечислю это роза за феи это розочка лавали фэри red фэри крылья ангела эскимо они похожи потом скарлетт миян декор розочка свани белая и роза штат ром вот друзья 8 роз которые я бы рекомендовала друзья и давайте приступим к следующему вопросу какой же все-таки литраж горшков использовать для выращивания роз таким способом в первую очередь разделим розы на две группы первая группа это корни собственные розы которые в первый второй и третий год будут выглядеть абсолютно разные то есть разница между развитием ростом значительно и вторая группа роз это розы привитые на шиповник где роза очень быстро развивается 1 2 будет примерно одинаково выглядит ну на третье уже побольше и какие же все-таки использовать емкости смотрите я выращиваю в таких горшках все-таки корни собственной розы я черенкую розы из своего сада в теплице и уже высаживаю в горшке и если вот для примера смотрите какой маленький саженец вот он да кстати уже просыпается и смотрите какие в рост двигаются почки розы очень быстрое растение очень скорые и уже начинается вегетативный рост вот этому саженцу корни собственным примерно около года в принципе здесь уже корневая а плела весь этот горшочек который там 0708 литра я тут обрезала и будет расти скоро вот это в верхняя часть очень пышная густая это уже в принципе хороший такой саженец и в какой его можно сажать даже в первый год ему 8 литров предостаточно освоить 8 литровый горшок вот это друзья вот это вот это 8 литровый горшок вот кстати можете видеть как перезимовала розочка у меня в теплице зелененькая здоровенькая это 8 литров друзья вот такой вот стоят на земле грязные еще ничем не мыло не убирала эти горшочки вот в такой горшок лучше посадить вот такую розочку но я чаще делаю беру маленький то черенок у которого уже открылись два-три листика из открытого грунта и сажаю 8 литровые горшки там корневая равно этому черенку 5 сантиметров очень маленькая очень слабая и если я посажу такой черенок в 30 литровая кашпо горшок он утонет там он сгниет вы представьте вы посадите вот эту малюточку пяти сантиметровую в 30 литров болота это не открытый грунт все-таки здесь земля просыхает по-другому в открытом грунте лишняя влага она уходит в стороны а по-разному прогревается а здесь у нас есть бордюры так скажем границы где держится влага где свой микроклимат свое просыхание и так далее поэтому первый год для корни собственных роз однолетних или еще меньше там череночек допустим осенью мы укореняли весной вот рассаживаем это очень маленький еще саженцы именно обратил не надо сажать в огромные просторы 8 10 литров достаточно для корни собственной для розы привитой на шиповник надо начинать с 10 литров и в первый год не надо больше пусть она в первый год освоит 10 литров для розы привитой на шиповник вы пересаживали когда-нибудь розы вот в моей практике и опыте приходилось пересаживать розы и даже там трехлетний пятилетние кусты и там нету 30 литрового горшка то есть корневой на 30 литровый горшок но нету там такой корневой вспомните может быть кто-то подтвердит кто пересаживает розочки что в принципе корневая равна высоте и ширине примерно до на штык лопаты там 3-5 лет опять-таки многое зависит от шиповника разный вид шиповника и разная корневая так когда это я пересаживала шестилетнюю розу я выкопала я очень была удивлена ее корневая была равна то есть наземная часть огромная в полтора метра высотой пышно цветущие все а корневая ну где-то полтора литровая пластмассовая бутылка вот и все и много-много такой мочковатости то есть тоненьких ворсистых корешков поэтому так дальше друзья на второй год конечно увеличиваем объемы для корня собственной розы подойдет там 15-20 литров сильно прыгать не надо там в два раза увеличивать это конечно удобно для нас в уходе то есть мы будем реже поливать и мы не боимся что розочка может пересохнуть 15-20 литров для уже розы шиповника на второй год до лучше братья около 30 литров горшок 25-30 ну и дальше для корня собственной розы если мы его так пересаживаем тоже из года в год во первых мы очищаем корневую систему то есть снимаем немножечко стенки очищаем вот эту мочковатость старую снимаем самый основной корень толстый внутри а вот эту мочковатость снимаем обновляем грунт сверху снизу каждый год добавляем комплексное удобрение для роз или а смогут пролонгированного действия чтобы больше нам не тратиться времени да на уход за этими розами лишь полив вот я так розы в горшках для меня почему являются малоуходными потому что я их только поливаю я один раз внесла удобрения поменяла грунт весной и все только полив дочь полил хорошо не полил я полью больше никакого ухода розочка самоочищающаяся обновление куста она не требует как допустим те же наши петунии да нужно их обрезать через две недели они опять там обрастают а них устойчивы к дождям сильным внешний вид не теряют в общем такой беспроблемный классный уход и выращивание роз горшках это для малоуходного сада не будем говорить что для ленивого садовода потому что садовод ленивым не может быть все это требует в любом случае какого-то труда ну а это уже с линию рядом не стоит значит на второй год для своей почвопокровной розы я использую 15 до 27 литров и уже на третий год я могу использовать 20 25 30 30 литров это максимум больше не надо вам тяжело будет переносить с места на место да и розе столько не нужно в любом случае вы обновляется грунт вы добавляете удобрения и питание ей хватает нужно конечно хорошее удобрение очень хорошая ну и более 30 литров не надо я выращиваю таким способом розы уже давно но четыре года четыре года выращиваю сначала если говорить про там трехлитровые роз горшки то еще как бы раньше а именно вот такие почвопокровные для украшения но вот четыре года выращивают мне очень нравится я довольна друзья ну и еще один момент на который хочу обратить ваше внимание это обрезка роз в горшках вот именно почвопокровные про обрезку почвопокровных роз у меня есть видео на канале и открытый грунт роза выращена в открытом грунте и в горшке это разные вещи абсолютно и им не подходит одна и та же обрезка если мы в открытом грунте сохраняем все там есть место просторы как грунта так и сверху до наземная часть куда можно розочки расти то что касается розы в горшках друзья здесь другая история здесь необходимо розочку обрезать максимально сильно вот это вот кстати моя розочка крылья ангела остались после цветочков ягодки очень красиво смотрится так графично даже сейчас зимой так вот здесь убираем тонкие максимально тонкие кривые побеги срезаем после соцветия на несколько почек ниже чтобы был такой сильный каркас все-таки роза в горшке да и должна выглядеть соответственно наращивать хорошие побеги не жалеем и прореживаем такой кустик удаляем побеги двухлетние и трехлетние так скажем вы видите которые одревеснили покоричневели розочку в таком вот горшке необходимо омолаживать я когда оставляла вот практически все все побеги роза была загущена она плохо проветривалась и я видела что она страдает поэтому вот побеги двухлетние трехлетние убираем оставляем только однолетние прошлого года вы это можете определить по цвету коры то есть вот уже двухлетний побег он будет коричневый давайте вам его покажу так вот так вот его покажу вот он вот он живой так вот он смотрите вот он видите он коричневого цвета это двухлетний побег позапрошлого года вот он на конце зеленый вот видите с него идут зеленые побеги но его лучше убрать так роза будет здоровее сильнее лучше цвести и вас соответственно радовать друзья на этом буду заканчивать ответила на самых два главных вопроса перечислила розы которые я рекомендую для выращивания роз горшках и какой объем лет рожа использовать не бойтесь начинайте с маленьких пусть роза осваивает этот горшок в первый год не надо сразу брать большие это даже и посмотрите попробуйте а нравится ли вам эти розы в горшках как это выглядит а удобно ли не спешите брать большие 30 литровые горшки начинайте с 10 литров и все будет хорошо обязательно розы будут свистеть и украшать ваш сад и вас радовать всем друзья желаю хорошего дня отличного настроения и до встречи